Привела меня беда. Мой сын много лет употребляет наркотики таблетированные. Много лет мы боремся с этим. Пока было безрезультатно, приехали в ваш центр. Скажите, пожалуйста, что значит в семье наркоман? Что происходит? Это не передать словами. Это можно сравнить, как ты бьешься головой об стену и в кровь разбиваешь голову и ничего не помогает. Ребенок твой погибает, а ты не в силах ему помочь. Пытаешься, барахтаешься всеми силами, пытаешься его спасти, но все безрезультатно. Он все равно, можно сказать, по головам идет, но своего добивается. Покупает эти таблетки, все равно никак. Не могу его остановить своими силами никак. Он как-то изменился вообще? Конечно, он изменился, характер изменился, он стал вспыльчивым, стал позволять себе грубо со мной разговаривать, даже оскорблять. Не говоря уже о том, что выносить из дому, воровать, но это тянется уже много лет, и уже просто силы на исходе. Вы как, можно сказать, последняя надежда. Потому что там, где мы были, он, во-первых, не верит, мало верит, что ему помогут. Вот. И да, что-то мне не помогут. Мне не помогут. Я сам. Ну, сколько он не пытался сам, ничего не получалось. Вот. И в наркологии лежали, и в центр его возила, и по бабкам по-разному, и по церквям, и куда только мы не ездили. Можно сказать, что покой неудобно, да? Да, ну, я даже не могу передать, как это тяжело и больно, все это, когда на твоих глазах это все происходит. Часто говорят родители, что я уже готовлюсь к тому, что мне надо хоронить. Ну, правильно. Когда ты, ну, естественно, когда ты видишь, сколько он употребляет, 30, 40, 50 таблеток однократно, то ты понимаешь, ну, сколько этот организм может выдержать. Это, мне кажется, я бы один раз выпила ее, уже бы на тот свет попало. Как он это все переваривает, я диву даюсь, тем более, это уже больше 10 лет тянется. Ну, скорее всего, все и он, это одна из причин. Просто модно было друг перед другом, не знаю, как ребята там все это, вот, а потом... Ну, это лет 14 назад, вот сколько лет 14 назад. Да, это давно уже модно, ну, видно, аж не проходит эта мода у молодежи. Вот, и, может быть, я его слишком опекала или слишком, ну, как, жалела все время, старалась. И моя вина, может, в этом есть, конечно. Слишком любила и опекала. Видимо, надо было его жестче, самостоятельнее как-то воспитывать, а я кругом его за ручку. Вот, все проблемы его решала, вот что.